МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Захарова и начальник отдела инженерно-технических мероприятий радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения Главного управления МЧС России по Амурманской области Константин Муславец. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Сегодня будем общаться с вами о глобальном вопросе гражданской обороне, так как 4 октября отмечается 90 лет со дня создания гражданской обороны с, естественно, заранее авансом, с будущим юбилеем вас. Поздравляю. Спасибо большое. Я думаю, что Радио Рекорд и Арктик ТВ присоединяются к моим субъективным поздравлениям. Но перед тем, как мы приступим к беседе, которая идет в прямом эфире, я обозначу несколько важных моментов. Я напомню, что общаемся мы в рамках открытой студии. У нее вполне себе говорящее название. Каждый из тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, может к беседе присоединиться, либо дозвонившись по номеру телефона 99 45 45, либо отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграмма и вайпер привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. Второй важный момент, о чем я, к сожалению, не успел предупредить наших гостей, это традиционный дайджест новостей. Прежде чем мы с вами пообщаемся, надо зачитать о самом главном и важном, актуальном, самое главное на момент времени. Итак, новости. Россия признала независимость двух бывших украинских областей – Запорожской и Херсонской. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Это необходимая процедура перед принятием данных регионов в состав России. Напомню, что в феврале Москва признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской республик. Окончательное вхождение новых территорий в состав России произойдет сегодня, 30 сентября, во время торжественной церемонии в Кремле. Следующая новость. Какие выплаты, льготы и трудовые гарантии предусмотрены мобилизованным их семьям? Могут ли уволить работника в случае его мобилизации? На эти и другие актуальные вопросы в прямом эфире ответит министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев. Трансляция стартует 1 октября в 12 часов на официальной странице правительства Мурманской области ВКонтакте. Уже сейчас можно задавать свои вопросы в комментариях под трансляцией. И последняя новость. Заполярье начал работу Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Полярная звезда». Инфраструктура Центра распределена на несколько площадок, включая ведущие вузы, научные организации и учреждения. Для детей проводят профильные смены, интенсивные предметные подготовки, научно-образовательные, культурные, спортивные программы, фестивали и конкурсы, а также разработана схема дальнейшего сопровождения одаренных детей и молодежи. В этом году в «Полярной звезде» запланировано проведение 22 профильных смен по направлениям спорт, наука и искусство, в которых примут участие сотни школьников из всех городов региона. Такие замечательные новости. Теперь можем наконец-то переходить к беседе. О гражданской обороне. Что из себя представляет это понятие сейчас? Константин Леонидович, я предлагаю вам начать. В соответствии с федеральным законом номер 28, который называется «О гражданской обороне», был он принят 12 февраля 1998 года, значит, это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. Спасибо за подробную расшифровку. Вы сказали, включая в себя ряд мероприятий. О каких мероприятиях идет речь? Значит, ну, существует 15 основных задач гражданской обороны. Значит, ну, все перечислять не буду. Самые основные и первые две – это, значит… Подготовка населения. Да, подготовка населения в области гражданской обороны. И оповещение населения о опасностях, которые возникают при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. То есть вот в эти 15 задач входит целый комплекс, ну, грубо говоря, мероприятий. И гражданская оборона настолько всеобъемлющее понятие, очень широкое, что вот начинается с первой задачи – это подготовка населения в области гражданской обороны и защиты населения чрезвычайных ситуаций. И последняя ее задача, и, как ни страшно это звучит, но это очень важное мероприятие – срочное захоронение трупов и вплоть до света маскировки. Все действительно перечислят, нет смысла. Но, как бы, вот что хотелось бы отметить на данный момент – гражданская оборона – это вот тот самый комплекс мероприятий, который направлен непосредственно на защиту жизни человека. Ну, и, собственно, инфраструктуры тех территорий, на которых проживает человек. У вашего отдела стоят именно эти задачи? Да, абсолютно. Именно эти задачи стоят у наших обоих отделов. Да, у ваших отделов, конечно же, я так и долго жрецу. И, собственно, наш отдел выполняет определенные мероприятия гражданской обороны. Больше планирование существует как в субъекте Российской Федерации, то есть в Мурманской области, план гражданской обороны, так и в каждом муниципалитете. Также существуют планы гражданской обороны в администрациях муниципальных образований. То есть все эти мероприятия прописаны. Кто, что, когда, в каком количестве должен делать, куда и так далее. Естественно, это документы ограниченного доступа. Разумеется. Да, поэтому не все его аспекты этого документа вообще, в принципе, можно озвучивать. Потому что одно из тоже очень важных направлений – это обеспечение защиты информации. То есть это тоже входит в позицию гражданской обороны? Не совсем, но очень многие документы имеют ограниченный доступ. Именно поэтому мы очень много внимания уделяем вопросу защиты информации. Скажите, это видоизменяющаяся сама по себе структура? Происходят какие-то процессы модернизации со временем? То есть гражданская оборона, которая была, скажем, в 90-х годах, гражданская оборона, которая была, 2000-я гражданская оборона, вот сейчас, в 2022 году. Это, они выглядят разными организмами? Вы знаете, очень сложно сказать. Так скажем, что скелет гражданской обороны остается, наверное… К ее снова базис. Да, да, базис. Он остается одним. Но вот в последние годы идет очень активная реформация этого процесса. И вот мы уже несколько лет подряд обсуждаем о том, что систему РСЧС – это действия определенных органов власти при чрезвычайных ситуациях. И гражданскую оборону необходимо интегрировать друг в друга, потому что задачи РСЧС и задачи гражданской обороны зачастую дублируют друг друга. И только две из них не входят в РСЧС, поэтому целесообразно все нормативно-правовые акты немножечко пересмотреть и сделать в единую систему эту. Ну и, собственно, некоторые мероприятия углубить и усилить, а некоторые мероприятия, возможно, с целью… Точнее, по причине того, что просто прогресс не стоит на месте, просто уже нет необходимости проводить. Ну, вообще, последние несколько лет вот эта интеграция, модернизация или объединение в той или иной форме, оно проходит через огромное количество органов и инстанций, в том числе и правоохранительных, и связанных с защитой здоровья и жизнедеятельности, когда мы встаем на путь избавления от огромного количества инстанций и подинстанций, которым сложно взаимодействовать друг с другом. Такие моменты глобального объединения в рамках открытой студии тоже не раз обсуждалось в последние три года, но не в контексте, конечно, нашей с вами сегодняшней беседы, не направления гражданской обороны. Вы говорите, последние несколько лет идут диалоги, а они пока еще остаются на уровне обсуждения, или как-то это уже движется вот к тому, о чем вы сказали? Николай, абсолютно с вами согласна, что в современности есть необходимость вообще избавляться от всяких различных бюрократических издержек, и мы сейчас пользуемся практически все автоматизированными системами, различными компьютерными программами и так далее, но дело в том, что это не такой простой вопрос, понимаете, для того, чтобы грамотно и качественно все сделать, для этого, ну, возможно, несколько лет потребуется, постоянно происходят какие-то процессы, да, точечные, то есть над этими процессами интеграции системы РСЧС, я напомню, и гражданской обороны работают, самые лучшие умы различных исследовательских институтов ГОЧС, наши специалисты МЧС России, и задаются вопросы напрямую в субъекты, потому что мы должны при этой интеграции учитывать мнение каждого специалиста, и, собственно, после этого, саккумулировав все эти мнения и экспертные, так скажем, тезисы, сформулировать вот этот вот общий нормативно-правовой акт. Ну, если говорить простым языком, это не тот вопрос, к которому можно подойти, очертя голову. Абсолютно, абсолютно. Надо решать его полномерно, дотошно в какие-то моменты, чтобы не допустить ошибку, потому что всем известно, что есть у нас структура, есть сфера, есть вопросы, в которых ошибки недопустимы изначально и априори, быть не могут. Но вернемся к нашему вопросу. Вы оба отметили, что первая задача гражданской обороны, это прописано, и в вопросах, подготовленных нашим выпускающим редакторам, это подготовка населения. Как организовано обучение населения в области гражданской обороны? У нас на территории Мурманской области очень успешно осуществляет свою деятельность учебно-методический центр ПГО и ЧС, управление ГО, ЧС и ПБ Мурманской области, который является подведомственной организацией Министерства регионального развития. Ну, собственно, эта структура, грубо говоря, правительственная. Там обучаются должностные лица, уполномоченные в решении задач гражданской обороны. Это главы муниципальных образований, это начальники отделов ГО, ЧС, если у них есть отдельные структурные подразделения, у некоторых они есть, руководители и сотрудники. Также специалисты, которые входят в состав различных комиссий, эвакуационных комиссий, комиссии по повышению устойчивости функционирования, комиссии КЧС и ПБ, и все они получают достойное и повышение квалификации, и, собственно, первоначальное обучение. Также на базе вот этого учебно-методического центра существует программа для обучения добровольцев в аварийно-спасательных работах. Очень интересная программа, сейчас вот есть несколько совместных проектов с нашими ресурсными центрами основными, добровольческими. И что хотелось бы отметить, что вот интерес к этой программе возрастает, потому что, по сути, если по другим программам есть необходимость у человека все-таки как-то организованно, имея какую-то необходимость прийти и обучиться, то здесь, по сути, может прийти на обучение абсолютно каждый. Отмечу, что обучение это бесплатно. Единственное, что, конечно, учебно-методический центр не будет проводить обучение для одного человека, поэтому необходимо будет собрать группу. Они не делятся по гендерным признакам, возрастным категориям? Абсолютно, нет, абсолютно. У нас волонтерство сейчас приобретает совершенно другое направление, то есть это как совсем юные энтузиасты, так и так называемые серебряные волонтеры. Также у нас в области существует четыре курса гражданской обороны на территории четырех муниципальных образований. Это город Мурманск, это город Кандалакша, это город Манчегорск и это город Апатиты. Во всех, все эти курсы гражданской обороны, они также являются подведомственной организацией администрации муниципальных образований. Очень интересно узнать подробнее и про эти курсы, и такую небольшую ясность внести по поводу разницы между курсами в обозначенных четырех муниципалитетах и изначальной подведу, где проходит обучение как главы на муниципалитетах, так и добровольцы, которые тоже могут прийти. Но мне указывают наши линейные ведущие на то, что мы с вами уже успели подобраться к первому, собственно, единственному рекламному блоку в рамках открыт-студии. Так что давайте сделаем так, сейчас мы прервемся где-то на полторы-две минуты, пока будет идти реклама, а я порекомендую зрителям и слушателям не переключать ФМ-волну и свой телеканал. Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект радио-рекорды телеканала «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Дукмас, напомню, в гостях у нас сегодня Татьяна Захарова и Константин Мусловец. Мы в рамках инфоповода, а инфоповодом послужил юбилей, 4 октября отмечается 90-летие дня создания гражданской обороны. Сегодня мы выясняем вопрос, который достаточно давно, если мне память не изменяет, в рамках нашей конкретной программы не поднимался. Перед тем, как мы прервались на рекламный блок, вы начали рассказывать о том, что в четырех муниципалитетах нашей замечательной области присутствуют, точнее, есть курсы, которые можно пройти по гражданской обороне. Что на этих курсах происходит? На этих курсах происходит обучение как специалистов, так и населения Мурманской области в области гражданской обороны. То есть это разработаны несколько программ, с ними можно ознакомиться на сайте муниципалитета, там есть полностью вся информация, вы можете поинтересоваться, какие категории лиц могут пройти обучение, и обратиться туда непосредственно, там работают специалисты высочайшего уровня, и, собственно, вся эта информация в доступности. А также у нас на территории Мурманской области действует 34 учебно-консультационных пункта. Ну, обычно, грубо говоря, это стенды с какой-то информацией, да, но они расположены в доступности для совершенно простого обывателя. Это обычно образовательные, лечебные учреждения и здания администрации муниципальных образований. Ну, то есть, если вот сейчас нас люди слушают, точнее, если нас сейчас слушают и смотрят люди, если среди тех, кто слушает, у кого-то возникает в голове мысль, ну, это всё звучит достаточно любопытно, у меня не хватает жизни, я чувствую каких-то компетенций, с таким вопросом люди часто задаются, и он пытается понять предмет, на чём идёт речь. В рамках, а в контексте обучения навыкам гражданской обороны. Это первичная медицинская помощь? Это и первичная медицинская помощь, это и подготовка в, так скажем, при... При чрезвычайных ситуациях? Да, при чрезвычайных ситуациях, при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. Это целый комплекс, грубо говоря, мероприятий, которые... и информации, да, сведений, которые вы можете получить, вот, пойдя на эти курсы и... То есть они всё аккумулированы уже грамотными профессионалами, специалистами в один такой хороший большой информативный блок, который человек может получить, причём абсолютно бесплатно. Да, но обычно, опять же повторюсь, это обучение именно сотрудников организаций, которые в этом заинтересованы. Обращается организация, курсы ГО никогда не откажут в обучении. Вы заметили, что ещё в первой половине программы, что в последнее время волонтёров, людей, которые на добровольной основе, хотят тоже получить подобные компетенции и как-то повысить свою квалификацию, становятся всё больше. Это тенденция последних нескольких лет? Или, в принципе, вот как-то из года в год всё больше людей хотят лучше контролировать ситуацию? Да, у МЧС России всегда были помощники. Собственно, мы родились... И пожарная охрана родилась из добровольчества. То есть у нас всегда были такие эмпатичные энтузиасты, которые хотели помогать людям, хотели помогать профессионалам, осознавая, насколько это тяжело. Но последние несколько лет, я считаю, что у нас какой-то уровень гражданской ответственности у людей повысился. То есть это действительно люди, которые хотят помогать другим людям, имея на это время и возможность. Я считаю, что это заслуга нашего гражданского сознания, нашего патриотизма и, собственно, нашего воспитания. Здесь приятно осознавать, что вокруг тебя люди, которым не всё равно. Причём в глобальной коннотации этого вопроса. Абсолютно. Не всё равно. Многие гражданские обороны ассоциируются, в первую очередь, с какими-то защитными сооружениями. У нас, естественно, тоже в блоке вопросов сегодня присутствует. О том, есть ли они на территории Мурманска и Мурманской области, где они находятся вообще. Правильно ли, что всё ещё этот ассоциативный ряд населения присутствует? Значит, одна из задач гражданской обороны – это предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. Значит, вопрос защитных сооружений гражданской обороны как раз относится к вопросу предоставления коллективной защиты. Значит, на территории нашей области существует ряд защитных сооружений. Значит, и они предназначены для укрытия персонала организаций, у которых имеется категория по гражданской обороне и которые продолжают свою деятельность в условиях военного времени. Вот. Значит, для населения области предусмотрено укрытие в так называемых заглубленных помещениях подземного пространства, то есть, ну, то бишь, подвалы по-простому. Вот. Значит, также у нас есть… Я правильно сейчас понял, что есть специализированные бункеры для сотрудников организации, которые занимаются деятельностью во время военных действий, и подвалы для населения. Да, как вот в простонародье, да, выражение такое звучит «бомбоубежище». Ну, значит, на профессиональном языке называется «защитные сооружения гражданской обороны». Да, значит, в них укрываются, вот как сказал я, работники организаций, которые в условиях военного времени продолжают работу. Ну, также, допустим, вот у нас есть защитные сооружения, значит, в которых, ну, скажем, потребностей нет, то есть, ну, скажем, больше их, чем положено. Чем организация. Да. Значит, и тогда уже вот администрации муниципальных образований, значит, предусматривают укрытие в них населения, которое, значит, проживает в радиусе сбора. Ну, он составляет тысячу метров. Вот. То есть, они уже тогда предусматриваются для укрытия, ну, населения нашей области. У нас так получилось, что этих объектов больше, чем в них есть зафиксированная необходимость. Да, больше, чем в организации. Это ведь все результаты стройки советских времен? Да, совершенно верно. Значит, есть, скажем, годы создания, там, ну, последний, там, конец 80-х. Да, есть, там, 50-е годы. Ну, вот, скажем, есть у нас такие организации, которые этому уделяют особое внимание. То есть, это, допустим, Атомфлор, Кольская АЭС, значит, ну, скажем, предприятия. Российские железные дороги очень опасные. Все объекты, энергетика, коммуникация, передвижение. Они, то есть, у них... Все жизненные артерии страны. Да. Значит, они, скажем, у них острая необходимость, ну, по поводу своей деятельности в этих защитных сооружениях. То есть, они даже вот в последние годы проводят там реконструкции. И, значит, вот система инженерных коммуникаций, можно сказать, даже там у них сжигает в ногу со времени. Вот, для примера, могу привести вот УАО «ЖД». Вот. То есть, там, скажем, последние новшества инженера. Ну, инженеры... Ну, я вас понимаю, конечно, было бы довольно странно, если бы такие серьезные организации, от которых очень многое зависит, в случае, упаси Господь, чего-то происходящего на территории нашей страны, нашей области, применимых к нашим с вами беседе, они бы возвращали советский бункер, который открывался в последний раз в 50-м году. Ну, это как-то даже представится важно. Еще чуть-чуть добавить хотелось. Такая очень волнующая фраза из ваших, Николай Уст, прозвучала, что супер, что для жителей всего лишь подвалы предусмотрены. Я хотела бы обратить внимание всех мирных жителей Мурманской области о том, что в период каких-то активных боевых действий, возможных, не дай бог, они будут эвакуированы. То есть, почему предприятия обращают на это внимание, и почему именно для их наиболее работающей смены предусмотрены эти укрытия? Только потому, что они выполняют мероприятия в условиях военного времени и не выезжают за пределы города Мурманска. А все мирное население нет необходимости укрывать, потому что в кратчайшие сроки оно будет эвакуировано в безопасные районы. Я очень рад, что вы дали сейчас такое пояснение, потому что в мгновение ока страшный резонансный эфир вернули обратно в позитивное родство. Ну, могу дополнить, что подземных заглубленных помещений, заглубленного пространства, значит, в случае необходимости хватит для всех. Я хотел вернуться обратно к бункерам, о которых мы говорили. Их корректно называть бункерами? Ну, называются они защитные сооружения гражданской обороны. Мы не воспринимаем никаких других названий, но мы понимаем, что обыватели привыкли к этим вот таким распространенным словам. Ну, знаете, давайте так, чтобы все-таки... Вы называйте его бункер, мы будем называть по-своему. Не-не, пускай это будет защитное сооружение гражданской обороны. Я не хочу дарить грязь лицом перед уважаемыми гостями. Да вот, возвращаясь в таком случае к защитным сооружениям гражданской обороны, кроме тех обозначенных под протекцией крупных организаций, в которых проводится модернизация, за остальными, их же больше, тоже проходит какой-то контроль, может быть, частичная модернизация или хотя бы условная сторожка какая-то, ну, чтобы они были в надлежащем состоянии. Проводится контроль? Значит, контроль проводится постоянно, значит, даже у нас вот есть такие случаи, что, ну, есть вот, допустим, ряд организаций, которым вот эти защитные сооружения не требуются, но они у них остались там, скажем, с советских времен, вот. И по существующему законодательству они содержат и поддерживают эти защитные сооружения в готовности. То есть они законодательно обязаны? Да, совершенно верно. Хотят они этим заниматься? Да, и, допустим, вот, ну, условно возьмем любую организацию, да, вот, которой не требуется защитное сооружение, значит, они, хотя там укрываться не будут, значит, они обязаны его содержать, значит, для жителей области, ну, вот, как я сказал, которые будут, вернее, попадают в радиус укрытия, ну, то есть проживают в близлежащих домах. Спасибо, что подробно объяснили. В самом начале нашей беседы мы еще о компетенциях, которые принадлежат, в принципе, гражданской обороны, говорили, что это еще и оповещение населения. Как раз, ну, несколько дней к ряду читали новость о том, чтобы люди не беспокоились, что будет тестинг-систем вот проходить на нашей территории. Эти устройства, которые также у нас расположены в стратегически важных точках, которые проводят время от времени учения, связанные с ними, они тоже подлежат определенной модернизации? Да, если раньше это были какие-то системы, так скажем, точечные, да, то есть сейчас это автоматизированные системы, которые как регионального уровня, так и муниципального уровня. Давайте расшифруем для зрителя, то есть были точечные, стали автоматизированные? Да, да, они не совсем точечные были, грубо говоря, это было ручное управление такое, да, сейчас специалисту достаточно нажать определенную кнопку. И сигнал работает повсюду. И сигнал работает только там, где он запрограммировал, грубо говоря. То есть он может оповестить определенный, не объект, а определенный район, может оповестить абсолютно все население. Это сигнал определенный, вот эта вот сирена, как ее обыватель называет, она называется сигнал внимания всем. Это основной и на данный момент единственный сигнал гражданской обороны. Раньше их было несколько. Раньше их было пять. Что нужно делать? Почему скратили? Да, потому что люди начали путаться, понимаете? Ну, собственно, что нужно делать для того, чтобы вот основной вопрос, который мне очень часто задают, Константин Леонидович очень часто задают. Расскажите, Константин Леонидович, что нужно делать? Значит, ну, как вы говорите, я сказал, что было пять, допустим, там, алиционная опасность, там, химическая тревога. Саня Ильич, можно еще поближе к микрофону? Я в прошлом разное. Спасибо. Вот, значит, то есть по различным сигналам предусматривались различные действия, люди путались. Значит, сейчас у нас сигнал один, внимание всем. То есть, значит, по этому сигналу, услышав его, люди должны, значит, прийти домой. Значит, значит... Или куда угодно, где есть средства связи. Да, где есть технические средства связи, значит, получить к ним доступ, то есть, ну... Телефон, радиоинтергизор, да? Да, телефон, радиоинтергизор. Все, что может работать. Все, что угодно. Вот. И, значит, до населения будет доведен, значит, порядок действия в данной сложившейся ситуации. То есть, ну, скажем, куда им следовать, что делать, там, допустим, пункты сбора, пункты эвакуации, там, места открытия, вот, весь перечень необходимых вот этих мероприятий. Ну, то есть, теперь один общий единый сигнал, он, собственно говоря, полностью отражает свое название. Да. Он привлекает всеобщее внимание, оторвесит своих повседневных дел и мчит туда, где есть возможность, там, прочитать, увидеть, услышать, что это сообщает. И даже, вот, ну, могу дополнить, что, допустим, в случае, там, каких-то, скажем, ну, неполадок, невозможности, значит, предусмотрен такой способ оповещения, как по квартирный обход. Даже так? Да, даже так. То есть, вот, значит, управляющие компании, то есть, там, специально, значит, предусмотренные лица проводят по квартирный обход каждого подъезда и, значит, доводят до населения, значит, о полученном сигнале и о порядке действия. Прошу прощения. Хотел отметить две вещи. Во-первых, мне наши выпускающие редакторы показывают, что у нас с вами, в принципе, не осталось времени на эфир. Хотя у меня еще очень много интересных вопросов, и, наверняка, не только тех, которые вам обоим задают достаточно часто, но и которые было бы любопытно услышать в эфире. Но времени на то, чтобы их обсудить, уже нет. Второе, это хочу вернуться к нескольким основным мыслям, которые можно вынести по результатам нашей беседы. Очень отрадно осознавать, что гражданская оборона – это не только то направление, которое в обязательном порядке должно быть отработано со стороны организаций или серьезных лиц, назовем так, иными инстанциями, но и не безразличное население. Вот то, о чем вы говорите, о гражданской ответственности, которая становится более твердой позицией человека. Это здорово. И о том, что постоянная модернизация и развитие от внутреннего профиля, заканчивая системами оповещения, которые меняются, говорит о том, что работа в этом направлении никогда не останавливается, продолжает идти в ногу со временем. Это, по-моему, просто замечательно. Искренне надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча, потому как нам и всем нашим слушателям и зрителям очень любопытно узнавать такие подробности и детали. Ну а на момент времени я благодарю за то, что прибыли к нам в гости и нашли на это время. Вам спасибо большое. Всех с Днем гражданской обороны. Открытие Студия Открытие Студия Открытие Студия